Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана, и в сегодняшнем видео мы с вами поговорим о такой осенней операции на винограднике, как влагозарядный полив. Для чего, зачем и так далее. Ну, что это такое и для чего? Мы интенсивно поливаем наш виноградник, не только виноградник, это могут быть плодовые деревья, осенью перед наступлением заморозков. Для чего? Дело в том, что когда почва влажна, она меньше промерзает и, соответственно, лучше защищает корни от неблагоприятных воздействий, от морозов. Вопрос, когда? Конечно, максимально близко, в идеале, максимально близко к наступлению этих самых, ну, скажем так, постоянных заморозков. То есть мы не берем, когда у нас осенью пришло на один день какая-то минусовая температура на ночь. Мы это делаем уже, когда заморозки, скажем так, приходят практически на постоянной основе. Но дело в том, что у каждого из нас еще есть свои возможности в том плане, что, например, мы не каждый выходной можем ездить там на свою дачу, либо на свой приусадебный участок. В некоторых садовых товариществах воду отключают, например, раньше. Тогда это можно сделать раньше, ну, насколько это возможно. Всегда ли это стоит делать? Значит, здесь все зависит от того, какие у вас почвы и какие были погодные условия. Ну, например, у нас почвы песчаные, дождей не было где-то там месяц, наверное. Ну, вот насколько я помню. И в моей ситуации влагозарядный полив, он просто необходим. Если же у вас, например, почвы тяжелые, глинистые, а еще при этом шли интенсивные очень дожди, то в таком поливе нет смысла, ну, зачем. Почва и так мокрая-мокрая. Если у вас там, грубо говоря, лужи стоят, тогда в этом необходимости нет. Если даже, например, почвы легкие у вас, ну, и шли дожди, то дождь промочил верхние слои, а все-таки виноградные корни у нас там далеко по земле, есть смысл это сделать. Теперь давайте разберемся, сколько и как поливать. Ну, сколько приблизительно литров 100 воды. Ну, можете лить, лить, если вы увидите, что уже лужа образовалась, понятно, да, луж доводить не надо, но так можете нормально полить, скажем так, сколько поливается. Ну, ориентировочно, например, мы так предполагаем, что за то время, пока мы поливаем, литров 100 выливается, может, там, чуть больше. Вот это такие ориентировочные цифры. Как? В идеале это делать все-таки через подкормочные узлы. Потому что пока вода проникнет из верхних слоев почвы к корням, ну, это время воды надо вылить гораздо больше. Поэтому в идеале через подкормочные узлы. Ну, если у вас по каким-то причинам вы их не делали, значит, поливайте сверху. И еще смотрите такой нюанс, если, например, опять же, вы когда поливаете сверху, не надо поливать вот прямо под самый-под самый корень. Поливайте где-то немножко в сторонке, там, 30-40-50 сантиметров от того места, где идет, ну, скажем так, ствол растения. То есть близко к корню не надо, особенно если, ну, во-первых, корни разветвляются, во-вторых, если у вас там еще мульча какая-то, то зачем создавать вот это, назовем это, болотце, прямо возле стволов? Смысла в этом нету. То есть поливайте где-то чуть-чуть в округе, вот в радиусе, в районе полуметра от вашего растения. На сегодня это все, что я хотела вам рассказать. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свое мнение. И под видео, нажав кнопку еще, будет ссылка на наш сайт с полным ассортиментом наших сортов винограда. И до новых встреч, пока!